Юрьевская пещера Юрьевская пещера – важная достопримечательность не только Камско-Устинского района, но и всего Поволжья. Мы находимся около Юрьевской пещеры, которая располагается в Камско-Устинском районе. Это самая крупная из доступных пещер в Татарстане. Ее протяженность около километра. Пещера была открыта в 1953 году, была разведана ее привходовая часть, и в 1971 году вход в пещеру был расчищен окончательно, и проявились ходы общей протяженностью порядка 400 метров. В дальнейшем исследование пещеры продолжалось, и ее протяженность увеличивалась. Это самая протяженная пещера Среднего Поволжья. К Юрьевским пещерам относятся еще несколько пещер. Канадольская первая, вторая и третья, и Мочилки. Самая протяженная из них – Канадольская первая или Нега. Общая протяженность пещер – около километра. Эта группа пещер находится в теле действующего рудника. Уже несколько лет Канадольскую пещеру исследуют спелеологи из Петербурга, и она остается еще малоисследованной. Это излюбленное место туристической братья республики. Сюда приезжают для изучения спелеологи со всех уголков нашей необъятной родины. А несколько лет назад на Новый год даже был спелеологический съезд. Наши пещеры возникли более десяти тысяч лет назад, еще в Ледниковый период, и они до сих пор развиваются. Пещера – результат причудливого союза гипса и воды, которая вымывает гипс, известняк и доломит, образуя полости. Вода сочится с верхних водоносных слоев. Кроме того, некоторые пещеры – это высохшие русла подземных рек. Температура в пещере постоянная. Зимой и летом – плюс семь градусов. Первое, что вам встретится при входе в пещеру – серебряный зал. Его потолок похож на ночное небо, усыпанное звездами. На самом деле это капельки воды, которые светятся отраженным светом. Затем идет зал Бабуинов из-за причудливых каменных статуй, похожих на этих обитателей Африки. Его еще называют органным. Здесь располагаются так называемые органные трубы. Это гипс, у которого водой промыты вертикальные каналы. Вода сверху капала, растворяла гипс, образовывались вертикальные трубчатые каналы. Если стенки достаточно тонкие, то получается очень звонкий звук, если ударить. Некоторые камни, бывает, издают очень долгий мелодичный звук. В таком случае они называются поющие камни. Органные трубы – каменные наросты, издающие при ударе мелодичные звуки разной высоты. После зала арены пещера разделяется на три рукава. Налево располагается несколько полостей, связанных между собой узкими лазами, через которые можно попасть только ползком. Левый рукав – грот дождей, одна из самых красивых частей Юрьевской пещеры. Он назван так за сильный капёш, а главное его достопримечательность – полуметровый красный сталагмит. Здесь же на тёке кальцитов приобретают самые разнообразные формы – красновато-буры, жёлтого, кремового цветов. Среди основных посетителей пещеры – студенты геологического факультета Казанского университета. Они бывают здесь в обязательном порядке. И некоторые названия – это плод их фантазии. Домик профессора – это комната с дверью и окошком. Фотолаборатория – это длинноузкий лаз, заканчивающийся комнаткой, как раз человеку развернуться. Замок ужасов. Камбала – настоящий шкуродёр. Так на сленге спелеологов называют труднопроходимое место. Это лаз в красный грот, который крайне узок и похож на камбалу. На территории Камск-Устинского района находятся не менее знаменитые Сюкеевские пещеры, которые ещё более значительны, чем Юрьевские. Достигает нескольких километров, но после поднятия уровня воды в Волге и образования Куйбышевского водохранилища в 1956 году их затопило. Поэтому уже более полувека они не посещаются и не исследуются. А самые первые письма на упоминание о них оставил Ибн Фадлан в начале X века н.э., когда рассказывал о бездонных озёрах. Есть о них упоминания и в источниках более позднего времени XVII века. Ещё 200 лет назад, в 1812 году, они были исследованы профессором Казанского университета Эрдманом. К тому времени были известны семь пещер Сюкеевской спелеосистемы – Безымянная, Змеевая, Отвой камень, Варикамень, или Кладовая, Девичьеводяная, Сухая, Ледяная, Удачинская. Есть предположение, что самая большая из этих пещер – Кладовая, в которой некогда были найдены уникальные, вытесанные из камня столы, лавки, лежанки, очаги, под затопление не попало. В 1918 году в Сюкейских пещерах Петром Дравертом был найден редкий минерал Ольдогамид, изначально получивший название Дравертин. На тот момент не найден нигде более на территории Советского Союза. Сохранилось любопытное описание, оставленное братьями Чернецовыми, совершившими путешествия по Волге в 1938 году и опубликованных воспоминаниях в том же году. Запасшись огнем, мы пролезли в углубление по крутому скату. Мы были поражены. Белые алебастровые столбы поднимались из глубин ее, стояли, как привидения пропасти, скрывались одни за другими, не давая нам проникнуть далеко вглубь. К тому же дул сильный серный запах. Лоцман, который нас сопровождал и шел впереди, вернулся, воскликнул. Ну и Печора, настоящие тартарары! Там дальше такая глупь со столбами, что я побоялся упасть в кромешную. Мрачная картина настолько сильно потрясла нас, что мы не могли уснуть всю ночь. Здесь же местные крестьяне добывали в небольших количествах нефть и серу. Художники-братья Чернецовы совершили на барке путешествия по Волге и зарисовали Волгу на всем ее протяжении. Они создавали эту грандиозную панораму почти 15 лет. Ее длина составила около 750 метров при высоте 2,5 метра. Она демонстрировалась петербуржцам при помощи специально крутящегося барабана. Эту уникальную панораму купил император Николай I для коллекции Зимнего дворца. Правда, из-за недолжного хранения сохранилась лишь малая часть панорамы. Сюкеевские, Богородские горы и Болгар были одними из самых ярких впечатлений путешествующих художников. И им посвящен добрый десяток страниц их воспоминаний. Сохранилось и несколько работ братьев Чернецовых из той самой Волжской панорамы, в том числе вид Сюкеевских гор. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok